Вот у меня такая кормушка, если кто еще не видел, они... Моё самое любимое, это вот это вот. Вот так вот на два. Друзья рыболовы, рад приветствовать вас на развлекательном и познавательном портале Подслушаны секреты рыболовы. Решил наконец-то выбраться я на очередную рыбалку. Очень долго были ветра, сейчас в Поволге стоит жара, за 30 градусов переваливает, поэтому выезжаю 2 часа ночи на рассвет. Первый пошел. Сегодняшнее утро началось удачно, с первого заброса, вот такой вот красавчик. Будем продолжать долбить точку. Ярко-зеленый филикон. Попался вот такой небольшой судачок. Но, как известно, законом у нас запрещено брать таких судаков менее 40 сантиметров, поэтому я для удобства на весле сразу расчертил разметку. 10, 20, 30, 40 сантиметров прикладываю к веслу и сразу измеряю, подходит нам эта рыба под размер или нет. Этот товарищ оказался мал, даже до 35 не дотянул. Естественно, отправляется обратно в родную стихию. После четырех клев хищника прекратился, я решил перебраться, посидеть на леща. С лещом дело обстояло немного получше. Первая же поклевка приносит мне такого хорошего, добротного лещичку. Началась рыбалочка неплохо, перешел на леща и продолжается неплохо. Как думаете, сколько килограмм? Ох ты мать! На фоне моей руки. Не знаю точно, полтора точно есть. Потом взвешу, напишу. Неудобно здесь. Болтает с камерой в руки. Надо заметить, что еще лет 5-6-7 назад на Волге такие экземпляры были нередки. И улов состоял в основном вот из таких больших лещей. Сейчас же этот лещ считается большим. И все чаще попадается мелочевка. Что примечательно, в этот день клевало исключительно на опарыш. У меня стояло две бортовые удочки, на каждой по два крючка. Один крючок я наживлял опарышем, другой червем. К червю за всю рыбалку рыба даже не притронулась. Клевало исключительно только на вот этого белого глиста. Приятно, что нет ветра, но очень сильно смущает жара. С каждым часом сидеть все сложнее. Вот еще один неплохой лещок. Сковородочник пойдет сегодня на ужин. Вечером приеду, обязательно приготовлю. Люблю леща, очень люблю леща в жареном виде. Не знаю, кто-то говорит, что судака подавай. Я леща люблю жареного. Судак, конечно, тоже вкусный, но судака я предпочитаю больше повозиться с ним, засолить. И там покоптить холодным способом. А вот пожарить именно леща. Пока не клевал лещ, в перерывах покидывал спиннинг, попадался вот такой вот бершик. Для нас это такой средний размерчик. Ну все, друзья. Время 7.30. 8 часов. Жарище невыносимое. Солнце печет в глаза. Ничего не помогает. Будем собираться. Рыбалка удалась. То, что получилось, покажу потом. Итак, друзья, рыбалка удалась. Свои законные 5 килограмм я натаскал. Жара неимоверная. Полвосьмого я сорвался. Уже не смог. Сначала поехал на окуня. Вот окунь бил где-то с 3 до 4. Потом поискал судачка. И в итоге где-то с 5 до 7 постоял на леща. Попадались бершики. Попадали судачки мелкие. Которых я выкидывал. Лещ хороший попался. Еще несколько лещей. И ладошечные густера на засолку. Ну вот. Норму набил. Думаю, вечером пожарь леща. И мы его всей семьей замечательно откушаем. Вам спасибо, что были со мной. Рыбалки не заканчиваю. Пока буду пробовать построиться под жару. Выезжать как вот сегодня. В 2 часа ночи выезжаю. И уже в 7 часов обратно. По-другому никак. Вот нашел какой-то лесочек. Отдыхаю. Записываю вам видео. Всем добра. Всем позитива. Всем до новых встреч. По поводу кормушки. Там в лодке неудобно было показать. И развернуться. Вот у меня такая кормушка. Если кто еще не видел. Они в остальных видео у меня есть. В ранних. Вот. Такое ведро. Это из подкраски. Я вот тут красил. Пробовал разные цвета. Там боится, не боится рыба. Нифига она не боится. Здесь болт. Здесь у меня свинец отлит. Просто взял в песке. Сделал углубление. Этим же дном. Натыкал он пальцем. И отлил свинец. Все. Никаких каш сейчас не делаю. Иногда делаю, конечно. Но в основном не вожусь. Сухари. И вот такие вот гранулы. Сыплю. От карпомании взял. Беру вот такие гранулы с сухарями. Сухари. Значит где-то на треть. Залил их ароматизатором. И гранулы. Весь объем кормушки больше половины превышать нельзя. Потому что если битком забить, она раздувается так, что ее не вымывает. Если половину насыпешь, то до верха доходит. Пока. Хватает надолго. Вот я сегодня сидел часа три. И за три часа не вымылось. То есть сухари вот с такими гранулами не вымываются на три часа. На весь день хватит одной пачки выше крыши. Ну вот, друзья, что из нашего красавчика получилось. Вывесил он у нас на 1,650 кг. Вот он. Сковородочный размерчик. Сковорода у меня большая. Это больше обычной сковороды. Ароматы стоят, конечно, неописуемые. И по закону настоящих рыболовов сам поймал, сам приготовил, сам попробовал и угостил друзей. Никаких там поймал, отпусти. Это не наш метод. Лещ, я вам скажу, братцы, это вещь. Вот, посмотрите. Мое самое любимое это вот это вот. Вот так вот надламываешь. Здесь с косточками. Это потом я повожусь. А здесь вот можно вот так вот вытащить. Эх, красота. Ой, красота. И рыбалка удачная. И съездил нормально. И выспался хорошо. Вот. И лещей наловил. И всем такого желаю. Сейчас язык проглочу. Всем добра. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч, дорогие мои соратники по увлечению. Не могу. Сейчас я еще. Сейчас я еще. Это точно надо бы съесть. Побежал, побежал. Субтитры сделал DimaTorzok